Я потерял свои деньги в инвестировании, причем много денег я потерял. Такую сумму, что, ой, скажем так, страшно аж об этом думать. Такие вопросы нередко мне задают мои подписчики, читатели. Я больше чем уверен, что если вы уже пробовали инвестировать свои деньги в интернете, то вы, скорее всего, их тоже уже теряли. Что делать, если вы на сегодняшний день потеряли большую сумму денег? Стоит ли вам дальше продолжать инвестировать или не стоит? Стоит покаяться, разочароваться, начать заново, начать обучаться, либо что-то еще? То есть, что делать, вопрос. Ну, мой ответ таков. Если вы уже потеряли эту сумму денег, то вернуть их, как-то постараться, особо нет смысла. Нет смысла, потому что потеря денег – это оплата за обучение. То есть, вы просто оплатили обучение. Вопрос в том, насколько вы много знаний извлекли из этого обучения. Кто-то сделал выводы соответствующие, кто-то их не сделал. Вот ваша задача при обучении в инвестировании, в процессе потери денег, извлекать как можно больше уроков, как можно больше выводов делать от того, что с вами произошло. Когда вы учились в университете, в школе, либо где-то еще, вы платили за обучение, и вам там эти знания насильно вдалбливали, впихивали, заставляли учить. И здесь же, как говорится, жизнь – штука такая, что объясняет дорого, но доходчиво. Поэтому здесь вас никто заставлять не будет извлекать уроки, делать выводы. Это вы все должны делать самостоятельно. И чем больше денег потеряли в инвестировании, тем больше опыт вы должны были приобрести, тем больше знаний вы должны были приобрести от этого урока. И тем вероятность того, что у вас будет больший взлет, повышается в разы. Пытаться как-то вернуть свои деньги, потерянные в инвестировании, ходить в суд, в милицию писать заявление, куда-то что-то еще обращаться – это все на 99,9% бессмысленно. Потому что в 99% эти деньги не возвращаются. Их очень сложно вернуть, потому что, когда создаются инвестиционные проекты, хайпы, пирамиды, они создаются таким образом, чтобы потом ни к чему нельзя было подкопаться. Поэтому, если вы наивно верите, что вы можете их вернуть еще, ну, вероятность такая, конечно, существует, но один шанс к тысяче. Возможно, для вас есть смысл начать инвестировать заново и заработать эти деньги за это время. И благодаря той энергии, которую вы можете потратить на возврат ваших денег. Потому что процесс возвращения ваших денег из утерянных проектов, компаний – это, во-первых, будет требовать вашей времени, это будет требовать вашей энергии, и это будет требовать от вас, опять же, денег. Куда-то съездить, куда-то сходить, кому-то дать взятку и так далее, и так далее. И если вы направите вот эту совокупную энергию в русло по зарабатыванию, то не исключено, что за этот же промежуток времени и вот это же, используя это же количество энергии, вы можете заработать столько же или даже еще больше денег. Поэтому у вас стоит выбор. Либо пытаться там держаться за то, что уже практически утеряно, переживать по этому поводу, питать энергией и так далее, не смиряться с этой жизненной ситуацией, либо все это отпустить, извлечь уроки, выводы, забыть об этом и начать, пусть скажем так, заново или продолжить его. То есть пройти какие-то, может быть, соответствующие курсы, тренинги, либо извлечь достаточное количество уроков из того, что вы уже, точнее, из тех, скажем так, курсов, за которые вы уже заплатили, вот, извлекаете уроки и идете дальше. Продолжать вам заниматься инвестированием или не продолжать после больших потерь денег? Это вопрос, на который вы должны дать ответ только вы. Я вам не могу дать ответ на этот вопрос, потому что здесь все зависит от вашего желания и от ваших интересов в жизни. И если тема инвестирования вам интересна, и вы не можете увидеть себя в другой области, кроме как занятия инвестированием, либо вы можете увидеть в другой области, но занятия инвестирования вам все равно очень-очень интересно, то я бы сказал, что да, вам есть смысл заниматься инвестированием, продолжать эту деятельность и, как говорится, развиваться в этом направлении. Если же вы изначально начали заниматься инвестированием только из-за того, что тут вроде как быстрые и халявные деньги То, я думаю, вы уже поняли, что это немного иллюзия, потому что быстрых и халявных денег здесь не бывает А если они не бывают, то они очень непродолжительные То в этом случае, возможно, вам нет смысла продолжать заниматься инвестированием Если эта тема вам не интересна и если вы изначально начали этим заниматься только ради того, чтобы посчитали, что здесь можно быстро и много заработать Если вы приняли решение продолжать заниматься инвестированием, то я бы вам порекомендовал пройти какие-то обучающие тренинги, курсы дополнительные Которые бы дали вам необходимое количество знаний, работы с тем инструментом, в котором вы хотите стать профи Далее я бы порекомендовал вам еще раз проанализировать все ваши победы и поражения в инвестировании за последний год, два или три Извлечь из этого, скажем так, курса максимальное количество уроков и выводов И начать свой путь в инвестировании заново Либо продолжить его, если вы считаете, что вы и не останавливались В будущем, возможно, через лет пять, когда вы достигнете успеха в инвестировании Вы поймете о том, что те потери, которые с вами произошли сегодня Без них вы бы не стали тем человеком, которым вы станете через пять-десять лет Эти потери, эти поражения, эти провалы финансовые Они необходимы для того, чтобы сделать нас сильнее, мудрее, умнее И для того, чтобы дальше мы смогли добиться больших результатов, нежели чем сейчас Поэтому процесс потери денег – это естественный процесс в инвестировании С ним сталкивается абсолютно каждый инвестор Кто-то теряет больше, кто-то теряет меньше Но все теряют Для чего-то теряет Продолжение следует...